Вот, Unicorn Meat. Мясо для дорога. 14,95. Две штуки от 6 столичий. Я не прикалываю, вы сможете открыть Amazon, зайти в приложение или написать на сайте Amazon Мясо для дорога на английском. Вы найдете его. Я не пробовал, но вы можете попробовать. Кто хотел пресс себе сделать? 8 кубиков пресса. 1995. Называется OpenHancer. Отдели эту штуку, потом вот так вот сразу. Банан был такой, что в сумку бросили и помялся. Банан-бункер. Бункер для банана. Один раз нас спросили, есть ли разных размеров? Я не понял, почему он был. У кого есть собака? Если боишься, то она может убежать. 29,95. А вот еще и снова то, что я нашел. Расческа в селфи. Сразу. Вот такая офисная подушка. Я снимал, да? Если вам стало сложно, в офисе устали, можно поспать и не напрягаться. И причем у них реально, я не прикалываюсь, они их продают. Можете прямо сейчас идти, называть сайт Острич Пилу. То есть можно ее купить. Видите, их Black Friday сейчас. То есть Black Friday же везде, у них тоже. Классная тема? Бери в офис. Барина заинтересовалась. Здесь. Потом, как сделать интересную подсветку из-за в туалете? То есть они продают жидкость, которая... Причем это же стартап, видите, на Kickstarter они собирали инвестиции, они были в шортек, это известное шоу, где инвестор для деньги на проекты. Короче, подсветка внутри, в туалетах, можете сидеть, что он сидел сразу. Мыло, мясо. Странный достаточно продукт, да? Можно мыть рук. Ну и вот еще один, у них есть многогодняя сейчас идет акция. Очень странный, конечно, тоже продукт. Можно отправить друзьям посылку, 249 долларов. Стоит 5 килограмм. Можно ввести адрес, кому отправить. Ха-ха-ха. А, у них есть маленькие вещи, которые здесь можно послушать. Хороший стартап, слушай. Как мне раньше, что-то идея в голову не пришла. А, да. Стоит 5 килограмм. Ну ладно. Если у вас продукт, что-то более интересно, то в онлайне это тоже можно продавать. Потому что там продаются достаточно абсурдные вещи. Окей. Как автоматизировать и увеличить продажи в интернете? Ну, поскольку... А давайте еще раз, чтобы я адекватно понял, да? Вот. Вы предпринимаете, поднимите руку, вы что-то продаете. Хорошо. У кого-то продается в интернете уже. Оставьте руку. У кого продается успешно, вы считаете? Оставьте руку. Да. Окей. Ну, значит, что-то будет очень полезно всем. Изначаем с классическим пониманием. Для того, чтобы люди двигались к вашему предложению, что-то покупали, нужна какая-то воронка, да? Какой-то процесс, по которому они идут. Да здесь, кстати, в этой презентации 100 слайдов примерно. Если вам она нужна, то можете отметить на инстаграме. В инстаграм-историях вам тоже разошлем в личке инстаграм. Кто мне будет снимать, вы сейчас снимаете, можете отмечать в инстаграме. Отправим личные сообщения. Так вот. Воронка. Что это такое? У нее есть разные этапы. Вначале, то, что вы понимаете, кто ваша аудитория, вы начинаете ее прогревать, делаете рекламу, потом, собственно, и продаете, и они с вами с ваших анатом. Мы сейчас делаем это все более детальный обзор. И потом я покажу разные этапы этого процесса, что вы поняли, как в вашем бизнесе это можно применить. Но сначала начнем больше всего. Смотрите. В интернете есть и в принципе, не только в интернете, а в жизни. Если мы будем говорить про потенциальных клиентов или про так называемый трафик, аудиторию, которую покупают, есть три типа трафика, да? То есть три типа аудитории, которые уже могут купить у вас. И важно понимать, что с каждым типом аудитории вы работаете по совершенно разному принципу. То есть, если ваш бизнес, вы продвигаетесь на услуги или товары на рынке, вы делаете одну рекламу для всех. Не важно, кто эти люди, это большая ошибка. Потому что всегда люди находятся на разных этапах создают взаимоотношения с вами. И вы с ней по-разному контактируете. Есть три типа трафика, три типа аудитории, это холодный, теплый, горячий. Кто холодный? Холодная аудитория, это которая самится прикасается в первый раз в интернете на вас не зная. Она, возможно, видела вашу статью на блоге, она, возможно, прослушала вашу аудиторию, посмотрела ваш ролик на ютюбе, возможно, они походили по вашим соцсетям от флота аудитория. С ней быть первокасание, она вас не знает. Нага увидела вашу рекламу, кликнула по рекламе. То есть вы исходите, хотите, что ты люди, о вас ничего пока не знают. Дальше есть теплый горячий. Теплый горячий, это те люди, которые уже сами где-то взаимодействовали, были на наших страницах, на наших сайтах, они, возможно, подписаны на ваши соцсети, на вашей визбуке или инстаграме или ютюб, они, возможно, оставили заявку, но они еще не купили. Горячий аудитория, это те люди, которые уже делали самодействие. Чаще всего это прямые изъявки, это уже клиенты, с ней проще все работать. Соответственно, с этими трех типами аудиторий вы коммуницируете по-разному. Своим клиентам может отправить личное письмо, приедет на свой новый товар, покупай. Но вы никогда так не сделаете с новой аудиторией, потому что вас не знают. Вы ее будете прогревать и продавать. Теперь переходим к воронке. Что в ней есть? Смотрите, какие этапы приходят наши потенциальные покупатели, для того, чтобы купить ваш продукт в интернете? Слайд, к сожалению, английском языке. Я не нашел лучшее изображение воронки на любом другом, потому что тут максимально понятно, но в принципе, я думаю, я объясню достаточно понятно также этот слайд. Изначально мы начинаем с того, что мы планируем. Планируем, с кем будем взаимодействовать. У нас есть два типа потенциальных клиентов. Те люди, которые уже у нас, можно сказать, как фрукты под ногами, они вот близко, мы можем им продать быстрее. И вторая аудитория – это те люди, которые их немножко сложнее достать. Лежачий фрукт – это, к примеру, как вы думаете, а как вот, вот, если у вас сейчас стоит удача продать ваш продукт или услугу, быстрее всего, станем близкой аудиторией. Как вы это сделаете? Скажите пару вариантов. Телефонная книга, правильно. Друзья, возможно, у вас уже существующий список клиентов. То есть есть в принципе, можете быстро взаимодействовать. Причем, что очень интересно, существующие клиенты, если недовольны, они покупают в пять раз охотнее и в пять раз проще продать существующему клиенту, чем найти нового клиента. Почему вы ищете у Саттернета? И примерно в пять раз дороже это сделать. Дайте нового клиента, чем продать существующему. Мало компаний, нормально работают с существующей аудиторией. Непонятно почему. Вы настраиваете рекламу, чтобы получить новую аудиторию. Но если у вас есть несколько тысяч человек уже клиентов, настройте рекламу на них. Пусть они ее увидят. Мы иногда делали эксперименты, и вот после таких событий мы запускали рекламные видео на следующий день, где мы ничего не продавали, просто запускали рекламный ролик на мероприятии. Вот это событие. Где просто говорили, здравствуйте, вы были на нашем событии, надеюсь, вам понравилось, спасибо, что вы просто пришли. Да, это рекламное видео. И там вам не будет никакого предложения, мы ничего не будем продавать, просто спасибо, что вы были. И люди под этим видео писали комментарии, типа, фак, это так круто, меня настроили на меня рекламу, запустили, я сделал рекламный ролик, вы мне еще не продали, но вы взаимодействовали как в дальнейший этап. То есть мы создали еще большую лояльность к нам. Поэтому самое простое, продать тем, кого вы уже знаете. Потом вы, конечно, найдете уже к аудитории, которая дальше от вас, которая вас не знает, это будет с ним бороться и конкурирует в рынке. Следующий этап, это привлечение. То есть здесь теперь мы думаем про то, каким способом мы это сделаем. Это будет либо реклама в Google или в Facebook, или в Instagram, или контент на блоге, или в соцсети. Вы уже определяете. У каждого из вас есть свой способ, где мы привлечь аудиторию. Это зависит от того, кто ваша клиента. Если ваш клиент и покупатели окон, то, скорее всего, вы не рекламируетесь в Instagram, потому что вы не знаете, кому Instagram нужно, правильно? Но если ваш клиент, допустим, владельцы собак, то вы можете делать продвижение как в Google и YouTube, так и в Instagram и Facebook, потому что теперь Facebook знает, кто есть собака, например, и кому нужен ваш продукт. После того, как вы сделали первое касание, начинается этап, который называется nurture или утепление. То есть, когда вы встали первые столы в полис, у 95% аудитории, которые увидели в ваш сайт или страницу, вы привели из интернета, чтобы им продать, они что сделают? 95% людей что сделают? Они закроют. Они уйдут. Почему? Почему людям уходят с ваших страниц, с сайтов, с сетей, откуда-то? Вы думаете, почему? Неинтересно. Сложно. Не тот контент. Причем причины разные, на самом деле. От того, что реально может что-то не подойти, к тому, что просто у него стала реклама, вышел новый сезон «Игры престолов» или чего-то еще. Он закрыл просто, все, он пошел сдали сериал. Причина разная. Но самое важное, что когда мы сделали первое процентное человека, на этом ничего не заканчивается, на этом только все начинается. Часть людей, 2, 3, 5, 7, 10% смотрят, сколько у вас и что вы продаете, они оставят заявку, попадут в ваш список, в e-mail список, в список, в мессенджере, и вы с ними сможете коммуницировать дальше. Но остальная часть людей, которые уйдет с сайта, вы можете с ними так же работать, вы можете подвинять другие рекламные сообщения. Например, допустим, вы продаете крем для лица. Ну, какой-то случайный продукт, да? Крем для лица. Для, не знаю, антиэйджинг, допустим, антивозрастной крем для лица. Ну, еще, зашло, он посмотрел, крем для лица не купил, вот она закрыла этот сайт, все. Что, все, вы закончите отношения? Нет, вы же потратите деньги на рекламу. Человек целевой, женщина, прилетом возраста, определенного поведения и так далее. Сделайте второй ролик. Не ведите снова обратно на крем для лица. Скажите, что-то полезное для человека. Пусть выявили другую рекламу от вас. Где вы делаете какой-то полезный контент, вы чем-то делитесь. Вы рассказываете про то, допустим, правого три принципа питания, как сохранить свою кожу молодой дольше. Никакой рекламы, никаких хребов, ничего. Просто вы поделитесь сейчас полезным. И эта женщина снова увидит ваше видео или ваше сотрудника. Она такая, о, в реку, а не только вы ребят. Да, я, кстати, видел их крем. Мы надо зайти снова посмотреть. Понимаете, как это работает? То есть это удивление. Потому что сегодня, смотрите интересную статистику. Вы сейчас сами будете участниками этого эксперимента. Поднимите руку те из вас, кто за последнее время, вы когда покупали этот продукт в интернете, товар, услугу, что угодно, вы смотрели информацию об этом продукте более чем на одном сайте. Вы смотрели сравнение цен, характеристик, отзывы, что они пишут, разные комплектации и так далее. Поднимите руку, кто так делал? Смотрите. Поднимите выше. Процента 50 минимум, если не больше, может быть 70. Что это значит? Ваши клиенты делают то же самое. То есть вы не уникально видите, что прочитать все так себя ведут. Google же вылил целую концепцию, которая называется жмот. ZM-Alt, Zero, Momot of True. Налевой момент истины. Об этом можно посмотреть в интернете. У них есть детальные ролики. Google, крупнейшая реклама-платформа, которая знает, как ведут себя клиенты в интернете. Она говорит следующее, что раньше было три главных импульса, как люди взаимодействуют в онлайне. Первый импульс, они увидели рекламу. Второй момент, они пришли, купили. Третий, они поделились впечатления. Сегодня все очень сильно изменилось. Между первым и вторым есть еще один. Они увидели рекламу, второе начали исследовать. Они начали смотреть на других ресурсах. Что еще об этом продукте пишут? Кто еще продает? Как эта услуга работает? Только потом они покупают, только потом они делятся. Поэтому сегодня мы не можем просто ориентироваться на касание человека. Мы должны точно понимать, что вы и сами вниз еще есть много конкурентов. Вам нужно за них бороться, за своих клиентов. Если вы делаете прямую рекламу, как и все, вы это не сможете сделать. Если вы начинаете коммуницировать с потенциальным клиентом, утеплять его, с ним строить отношения, то, конечно же, у вас продажа много больше. Конечно, если вы это делаете правильно, потом, собственно, люди вас покупают, они конфликуются в покупателей, и вы их увлекает дальше, чтобы они были финансы бренда. Какие же теперь есть компоненты в этой воронке? То есть, как ее сделать? Вот такие типа, окей, понятно, как мне это реально практически реализовать? Руками, да? Или там с помощью другого человека кому-то поставить сдачу. На самом деле, это один из вариантов, потому что такая воронка может просто банально быть в мессенджере, в фейсбук мессенджере, где вы сообщения коммуницируете. Вот это один из вариантов, такой, можно сказать, классический вариант. Лид-магниты. То есть, какой-то элемент, который позволит вам зацепить данные, получить данные обращения человека, чтобы наставил вам заявку. Люди должны уметь это где-то делать. Это пока не про автоматизацию, но пока на этапе номер ноль, то есть, нужно для того, чтобы в интернете продвигаться. Про автоматизацию будет следующим шагом в этой презентации. Лид-магниты. Ну, допустим, для моды, кроме того, что продают просто продукт, они еще собирают данные и дарят скидку, для того, чтобы люди с ними взаимодействовали, ставили все контакты и потом могли купить. Вот пример одних из тех ребят, которые отсучились. Они продают обувь. Но для тех ребят, которые сайте уходят сайта, они говорят, уходи сайта, если ты его не купил, оставь свои данные, мужского обуви. Оставь свои данные, чтобы получать полезную рассылку про мужские, мужской стиль, как красиво одеваться и так далее. Если никому не на ней, цепляется потенциально клиентов на любые, по сути, любой крючок. Если он не купил, окей, не уходи с этим руками. Мы тебе отправим полезную рассылку. И, конечно же, потом через это все они продают дальше. Вот такие варианты. Это давно. На самом деле, мы делали работу 3 или 4 назад. Но тут другой, фишка в другом, смотрите. Мы написали, как заработать в футу сунду, набьем в деле и в интернете стоящие там столько-то времени. И здесь есть две кнопки. Да, отправьте мне по шагу план и нет, у меня уже все нормально. Как вы думаете, что происходит, когда вы нажимаете? Какие варианты? Открывается форма, где мы пишем, оставьте данные, мы расскажем подробнее. Как думаешь, что происходит, когда не нажимают? Нет. То же самое. Форма, да, вы супер, вы уже молодец, у вас хороший результат, все равно остались в данном. Заполните заявку электрик на доме в офис, юридическая консультация, то есть, да, вот это пример. Вот, кстати, недавнешний нашел очень хороший пример лендинга. Shopify, это, кстати, это платформа для продажи в интернете, она работает по миру в большей степени штата. Вот простой вариант лендинга. Продавайте онлайн в сэршикпай, более-менее человек уже это использует, оставьте, начните ваши бесплатные использования, начните, напишите ваши маё. Все. То есть, вам нужно какой-то механизм, чтобы получить данные. Это может быть страница, это может быть, это может быть коммуникация через мессенджер, любой инструмент, чтобы вы могли кондактировать с человеком. Второй этап, это трафик. То есть, когда вы получаете данные, то есть, когда у вас есть, точнее, куда людей отправить, на втором этапе вы забираешься тем, теперь откуда и кизянец. У каждой ниши, у каждого бизнеса есть какой-то свой приоритетный источник трафика для аудитории из интернета. У них это будет YouTube, у других это будет Facebook, у третьих это будет Google реклама. Кстати, нужно вам уже разобраться. Тут можно говорить, наверное, два дня, только для три, про трафик. я просто даю понять, что второй этап, это будет настраивать рекламу. Третий этап, когда люди зашли на вашу страницу, на вашу страницу, допустим, из Facebook, увидели что-то, оставили заявку, им желательно дать понять, что они сделали успешное действие. Сегодня до сих пор, что очень странно, хотя на самом деле, наша компания, кстати, в этом году мы вышли официально на рынок Польши, на рынок Турции, мы работаем на других языках, делаем образовательную программу. Так вот, Украина намного сильнее развита в интернете и в диджитале, чем в Европе. Ну, просто в разы. Но даже здесь не удивляет до сих пор, что бывают такие штуки, ты заходишь на чью-то страницу на какой-то интернет-магазин, хочешь что-то купить, оставляешь заявку, и потом, вроде бы, ничего не происходит. Ты не понял, ты заявку оставил, или с тобой свяжутся, или не свяжутся. Или просто ваша заявка принята. Ну, вот, допустим, ты оставил заявку, спасибо вам, что мы свяжем с вами вляящее время. Ну, наверное, как бы, очень скучно, лучше так, чем никак, чтобы люди понимали, что ты с вами с ним свяжешься. Но есть другие варианты, где тебе дают больше информации, чтобы у них заказать, чтобы у вас и дальше. Есть варианты, где я тебе даю какие-то полностью какие-то скидки, получить еще, чтобы у тебя подарок, а там взял, вот возьми что-то еще. Вот здесь, допустим, Хэрис, это продажный бритв. И когда ты купил бритв, они бы нам еще тебе делал вопрос. Мы бы хотели, зайка, часто вы греетесь. Дайте нам знать. Каждый день, раз, пару дней, раз в неделю, раз в месяц, там, и так далее. Меньше, меньше, раз в неделю. Синик, организации, клиент, зачем я спрашиваю? Чтобы узнать, когда что-то. Но, когда, 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 если правильно, поэтому, представьте, ситуацию. Вот, есть еще интересный момент, так вы смотрите, когда люди оставляют, когда люди покупают, когда они обращаются, допустим, забывают форму, оставляют данные, чтобы что-то купить, есть такой момент, который называется синдром постпокупки. У кого была такая ситуация, что вы вот, вы собираетесь что-то купить, вы уже где-то данные ввели свои, но потом думаете, правильно я вообще, неправильно это сделал? Может быть, не надо покупать? Какое такое было? Поднимите руку. Ну, это некое сомнение, это нормально. Время для этого может случаться. У меня даже такое бывает иногда. Что в таком случае, вот как эта штука здесь помогает? Представьте, что продаете мебель, например, вы продаете диван, диван может стоить какую-то сумму, 20 гривен, 50, 100, я не знаю, что стоит диван. Человек остался, взял на диван. И вариант номер один, он видит страницу благодарности, он говорит, спасибо за его приятно. Вариант номер два, он видит страницу, где появляется, может быть, какой-то небольшой ролик основатель этой компании. Он кликает на видео, и основатель компании говорит следующее. Здравствуйте, нам очень приятно, что вы решили купить наш диван, вы оставили заявку. Это здорово, потому что мы видели проблему на рынке, то, что есть реально много продуктов, но очень низкое качество или очень дорого. Мы решили это исправить. И мы создали наши продукты, наши диваны, наши швиты, для того, чтобы помочь вам, и нужно рассказывать. Так, ну, спасибо. Когда наш диван приедет вам домой, обязательно не забудьте забрать курьера маленький, но очень приятный подарок в зеленой упаковке. Как вы думаете, после вот второго, да, второго варианта, у людей будет желание сделать отмена и что-то еще? Оно будет много меньше во-первых? И о чем они будут думать? Как вы считаете? О чем будут думать человек? О зеленой коробке. Я заказал диван сейчас за 50 тысяч гривен или за 100, например, да, я не знаю, сколько стоит. Диман. Ты будешь дать зеленую коробочку, что же они привезут. Понимаете? Поэтому страницы благодарности очень важны. Дальше. Включатели или разовое предложение. Не все люди сразу покупают что-то дорогое. Но там, где можно продать какой-то продукт, какой-то, что-то вот попробовать, да, какой-то сэмпл, да, какой-то пробник, это нужно сделать. В онлайне это делается, ну, проще. Вот ребята у них, кстати, вот это очень интересный маркетинг. Смотрите, кто пройдет подобные вещи, у кого это от магазина, например, подумайте, где-то можно прикрутить. В Украине пока я этого не наблюдал. Но мы тестировали подобную штуку с книгой в такой механике. Она работает просто феноменально. Мы продали 8,5 тысяч книг за одну неделю. Что это значит? Смотрите, эти ребята продают товары для хендмейда, для людей, которые делают своими руками какие-то штуки. И вот ты видишь такую рекламу, получи этот набор для браслета, который стоит 19 долларов сегодня бесплатно. Смотрите, забери свой бесплатно, ты платишь только за доставку и удержание, и все. То есть у человеков в голове мысль какая? Это бесплатно, но я получил только доставку и хранение. 4,95. Конечно, 4,95 они покрывают и доставку, и хранение и сам браслет. Это же очевидно, правильно? Но этим маркетинговым ходом они собирают огромное количество не просто данных, а реально клиентов, которые готовы платить. И поскольку говорят, что продать существующим клиентам проще, чем найти нового в 5 раз, то эти люди уже потратили $2 или $3 и они получили на свою небольшую покупку продукт хорошего качества, дороже, больше. С него ощущает тем, что это хороший продукт. С ним дальше проще коммуницировать. Поэтому у кого бизнес-это адаптивно попробуйте. Вот, например, с виситками, с носками. Если, кстати, допустим, косметика, да, как обычно сейчас используют косметики? женщины покупают косметику, но обычно сначала пробуют что? Они берут пробник или покупают что-то маленькое, недорого. Если им понравилось, они покупают все. Приведу пример, как это тоже с товарами для экспедиции. Собрать, здесь есть парень, который в гору ходит, собрать рюкзак, чтобы пойти в горы, но это немало, поэтому стоит тысяч долларов, может дороже, обувь, все какие-то палатки, ну и все остальное. И, прежде чем купить себе, эту сумку, которую он будет собирать, чтобы идти в горы, он может исследовать, смотреть сайты, сколько это стоит, какой нужен набор, что должно быть. и купить через пару месяцев, можно ворогу и через год, например. Но если он скажет не ухитительными руками, сейчас ты можешь забрать эту эксклюзивную термокружку за 5 долларов, мы делаем акцию, только платить за доставку удержания, мы тебе дарим, это мы можем стоить 2 доллара. И ты сможешь использовать, ты сможешь вот холодним и зимним вечером смотреть в окно, у тебя будет там налитый какао, пить и плакать, например. К примеру. Ну то есть вы стимулируете людей потратиться на небольшую сумму для того, чтобы за дальнейшими не стали с вашими клиентами автоматически. И вам если будет с ней проще строить отношения. Дальше. Главное предложение. Друзья, то, что рассказываю, понятно? Еще раз, это понятно? Это полезно? Стараюсь, очень полезно, супер. Стараюсь максимально доносить, но информация не какая-то там, это не ракетное научное исследование, но тоже для кого-то это будет много. Главное предложение. Окей. Вы человека вовлекли, настроили рекламу, он оставил заявку, вы поблагодарили, что нам оставил заявку, вы ему даже может быть что-то продали небольшое, потом он должен увидеть, собственно, ваше главное предложение. Вас заботитесь в том, чтобы вы максимально понятно объясняли ему свои преимущества, что у вас есть продукт или какая-то услуга, почему должен уступить и так далее. Есть определенное правило, но у вас строится непосредственно предложение. Это может быть через лендинг, как Uber, продают идею водителя в Uber, или эти ребята продают идею заказать себе доставку ужина на дом или вот, допустим, это сервис для... Специально показываем западные примеры, потому что там немножко все-таки маркетинг чуть выше уровня. У нас тоже можно найти много хорошего. Это сервис для project-менеджмента. Смотрите, заходим в страницу, где... Этот сервис он помогает управлять командами виртуалайзом в онлайне. И они сразу же пишут, 6300 виртуал бизнеса на прошлом деле писали, чтобы использовать BSM. Ты такой думаешь, опа, попробуй-ка я, что же они там рассказывают. То есть ваши приложения должны быть максимально доминистов правильный человек. Но в интернете об этом много написано, можете просто написать, как сделать хорошие предложения, как сделать правильный лайнинг, и там будет много информации. Бесплатно. А, ну, кстати, вот, есть такая подборка 42 лучших лендинга для примеров и воодушевлений. Вам вам нужна? Да. Еще раз нужна такая штука? Да. Окей. Завтра тоже вам всем email отправим. У нас есть ваши данные, поэтому он правильно будет прям называться. 42 примера, какого письма сможет посмотреть. Ну, окей. А встал и гроссел вы сделали вам предложение, люди вас купили, можно же увеличить средний чек. Как? Сделать добавленную стоимость. Например, когда этот чек покупает, допустим, августар добавленную корзину, вы купили, это, кстати, вот гениально, мне кажется, это за последнее время, за последнее, 3 или 4 года, сколько они это делают. Это то, из лучших изобретений для e-commerce. когда ты покупаешь какой-то продукт и тебе предлагают застраховать. И обычно 10% стоимости. То есть, это просто как бы деньги из ниоткуда. Потому что продукт и так, он на гарантии. Он есть. То есть, вы продаете застраховать. Многие люди страхуют. Здесь тоже самое, Защить продукт с черновидной гарантией. Например. Вы что-то покупаете, сразу же не продают. Выдрать тоже делать обязательно. Теперь. Что такое автоматизированный воронок продаж? Вы увидели, что такое воронок. Вы увидели примерно, как это выглядит, какие компоненты в этом всем есть. Теперь, как это сделать все автоматически? Здесь получается информация может более сложная. Я вам скажу про один из компонентов, что у вас сильно не перегрузить. Это интернет-система, которая позволяет вам продавать ваши товары или услуги без вашего личного участия в участии менеджера. Ну, конечно, на некоторых случаях нельзя менеджер выскучить у кого-то битвый продукт, какой-то сложный продукт. Все, что стоит дорого, там менеджер нужен. Нужно личного лечения. Это практически нельзя изолировать. Но многие вещи, вплоть до премиальных товаров, которые могут стоить несколько тысяч долларов, можно продавать без менеджера. Автоматизм воронка может быть как-то так. То есть это какой-то путь, по которому двигается человек. Он оставил изъян, купил, не купил. И от каждого сценария в интернете происходит разное действие. То есть оставил заявку, не оставил заявку, купил, не купил, купил первый продукт или второй. И так далее. Но чтобы лучше понимать, как с этим работать, покажем еще одну интересную штуку. Смотрите. Есть очень крутая книга, называется «Прорывная реклама». Но она не только на английском есть. «Breaks your added icing». И он написал «Yushish words». Это, короче, такая анатомия маркетинга. Книга у нас страница 900. Она стоит 200 долларов, ее нет на на только на лицевиске. Вот. Книга сложная, но очень интересная. И они там, по сути, показывают то, как меняет, как происходит эволюция маркетинга вообще в истории, что менялось, и как раз на компании, какие вещи не внедряли, как они взаимодействовали для продвижения. Так вот. Одна из этих книг, то, что есть пять уровней маркетинга. Пять уровней маркетинга. И зависит от того, на каком этапе находится ваше нише, так и взаимодействие с вашими клиентами. Первый уровень, это когда вы новинка, когда вы появились только сейчас. Например, когда появилось там, сделали iPad. Вот. Когда стежок признал iPad. Или когда Elon Musk вызвал признал Tesla. То есть, нет особо конкурента, или что-то маленькое было, но не слышали, бамперы продукты, такой, ого, первая электрическая машина. Все, тебе нужно продавать. Не нужны другие данные. Просто это первая электрокарда. Второй уровень, когда уже больше конкретных вы стараетесь выиграть. Я вам сейчас покажу это, например, остановите. Первый уровень. Первый уровень, когда вы заходите на рынок новый продукт. вы чем в дно вы заходите. Варцах быть простым, прямым, нет, значит, сделать обещание. Простое предложение, например, когда ты началась на индустрии похудения. Теперь просто сбросишь лишний вес. Когда-то было так, сейчас так уже не скажешь. Вот одна из первых реклам Apple. Apple 1. 666 долларов стоило здесь было просто печатно написано, что входит в этот компьютер. Все. Вот технические материстики. Компания все лет. Жилет все знает. Так думать, какой был их первый рекламный призы, когда они начинали? Что они говорили? Просто брейся. Побрейся. Шейвера села. Но, конечно же, всегда, когда ты захочешь в какую-то нишу, ты там, новый или первый, появляется конкурентом. Второй уровень, вы выделяете за счет характеристик. Вы увеличите обещание, например, сбросить за 7 килограмм лишнее веса, 4 недели или получить суроковую вор обратно. Или там, кратить 300, теперь 300 лошадных сил. То есть вы добавляете что-то за счет характеристик. Вот же лет, когда появились конкуренты, они начали бить на безопасность. То, что наши бизнесы такие безопасны, что ребенок может им пользоваться. Третий уровень, отделиться от масс. Рынок передастичной рекламы, но потребность сохранилась. То есть потребность есть, но есть и новая реклама. Теперь вы презентуете новую фишку. Переход от того, что есть в продукте, от характеристики, к выгоде, как он работает. Вы говорите об уникальности продукта. Ну, тут такие утренеры, например, первая уникальная таблетка для жиросжигания. Глубокая медитация, за секунды используя звуковую запатентованную технологию. То есть, второго уровня. Вы делаете обещание заголовки, характеристику по заголовке, третий уровень вы меняете местами. Например, это второе уровень. Я сбросил 15 килограмм, и не было ни секунды головных. Вращать в захватывающую историю экспертов питания из Нью-Йорка новой методики ежных брассов. Третий уровень. Самый ход за вашего тела. Впервые показано удивительно открытие ученых, который позволяет сплай в нижнем месте без нужды отказа или умины. Ну или вот такие тоже утребные примеры рекламы, но все равно их можно рассмотреть, смотрите. Подуме лицо, и она пойдет с тобой куда угодно. Это была первая реклама, а секрет с запахом. Четвертый уровень. Вы совершенств характеристику продукта. Вы смотрите характеристики конкурента третьего уровня и делаете вашу рекламу быстрее, проще и так далее. И здесь уже появляется вот этот жилет. 200 лезвий, вибрирующая головка, Wi-Fi встроенный, там еще что-то не есть. Возможно, вы видели вот эти рекламные кампании битва от амбилиных брендов, когда крупные бренды между собой воевали за то есть смотрите, за рекламный баннер. Поздравление Audi от лучшей машины там, Африки 2006 года. Поздравление BMW от лучшей мировой машины 2006 года. И вот он потом здесь лосьон. А Audi делает рекламу, пускай на Audi 4 и написано твой ход BMW. BMW делает другую рекламу и шах и мат. А Audi пишет проверь еще раз. R8, да? Потом подумай еще раз. Понимаете, да? BMW Game Over. Формула 1 и вот кстати, фотка, которую взяла Марина на самом деле была реклама Bentley внизу. Чувак просто всем показал фак. И все. Ну и так, интересно. Ну и пятый уровень, это рынок уже перенасыщен. Осведомление перехода от механизма к идентике к культуре. Давайте покажу пример. Кто помнит, когда выпустили первый iPod? Помните? Они запустили рекламную кампанию с белыми наушниками. И ты сделал, и увидел эти белые наушники. И потом я припомню это тоже. Потому что я купил первый iPod на 901 заработных денег, и ты едешь в метро, у тебя эти белые наушники, и ты едешь других людей с белыми наушниками, и ты себя как бы идентифицируешь с ими. То есть это не концерт к культуре. Ну и интегрирование персонажей в рекламу, чтобы люди хотели больше с трудом взаимодействовать. Теперь. Какие есть варианты автоворонок? Окей, хорошо. Стойте. Понятные этапы. Понятно, что рыдарь находится на разном уровне. Можно понять, где ты находишься сейчас. Что же есть реально? Что можно сделать? Что можно внедрить? То, что рассказываю, полезно, друзья? Да. Точно? Не сильно сложно? Нет? Второй. Вариант автоворонок. Классическая оборотка автобинара это оплата автоворонки мастеров и консалтинг воронки. То есть, это то, что можно автоматизировать. Я расскажу сейчас про одну из них. Я пробегусь по остальным, чтобы у меня даже время закончилось, практически. Но я расскажу обоих из них подробнее. Важно. По многим исследованиям про прогретые лиды, прогретая аудитория, она платит на 40% 47% больше, чем не прогретая аудитория. Показывал пример, да? Человек оставил заявку здесь, допустим, у них на то, чтобы получить пособие по мужскому стилю, и потом попадает в что-то подобное. Какие-то такие, так это выглядит воронка в e-mail. То есть, вы заранее соберете серию касаний, где на каких-то этапах просто выделывают предложения. Это, кстати, скейшот с нашей, одно из них. Некоторые люди говорят, что e-mail маркетинг умер. Смотрите, у нас письма уникальное открытие смотрит 52% людей. 52% людей. Больше половины каждого, каждого, каждого смотрят письмо. Он не умер, просто нужно делать его нормально. Если вы людей спамите, делаете не нужную рекламу, то, конечно, никто не смотрит. Если вы делаете нормальную коммуникацию с аудиторией, это будет понимать, зачем она оставила данные, как с ней нужно взаимодействовать, тогда, конечно, люди будут с вами развлекаться максимально. Поэтому это один вариант. То есть, он оставил свои данные здесь, вы ему отправили пару пособий и потом сделали специальное предложение на конкретной паре обуви, допустим, на третьем дне. И сделали федлайне предложение 48 часов. Ну вот, про это расскажу очень подробнее. Вот это, мне кажется, самое время самое интересное. Самая эффективная продажа происходит когда? То есть, как в таком случае вы с наибольшей долей вероятности продадите ваш продукт или услугу? На это не смотрите. Лично. При личной встрече...